Для сторожила села Зеленина Вениамина Акилова в прямом смысле пойманный им мусоровоз с владимирскими номерами все равно что пленный немецкий танк и отношение к водителю похоже соответствующее слишком уж зачастили гости с регионов машина с цифрой 33 в правом верхнем углу прямое тому доказательство вопреки официальной версии из присланного документа смотри прием отходов осуществляется только от организации предприятия рязанской области с которым заключены договоры в пределах определенных лимитов размещение ход происходит в соответствии с лицензией все с москвы нету он и генерал вы это говорят они утверждают нет с москвы отходов хотя и мы посылали уже и по телевизор пока и посылали им эти вот что фиксировали мало едем дальше прямо у въезда на полигон уже другой мусоровоз оставил прицеп с все теми же владимирскими номерами а сам отправился вываливать привезенное вот просто посреди куч на выезде его разумеется встретили местные понятно что активисты лица не официальные документы можно и не показывать но вот прибывает наряд дпс машина зарегистрирована на частное лицо вот на него нет откуда эти смешанные машина не на фирму строить не один владимир владимир вот тебе и сказка вообще-то стражам порядка водители обязаны предоставить документы но вдруг оказывается на груз их нет вообще дескать все накладные оставил охранникам полигона вот идите сами берите я не пойду туда куда куда я сейчас дежурку позвоню вас ареста или это как короче там в рюкс москвы фирма там это я же говорю вон еще одна машина с южно-портовой улице привозите нет откуда еще там как она на рязанке вот вам прямая речь получается из москвы все-таки машины тоже сюда приходят и не только из москвы давайте спросим у водителей других машин вот странность у этих товарищей тоже нет накладных как человек без документов будете заезжать на территорию вас примут груз без документов а как а его должны принять без документов груз что он там везет его спрашиваю по всем правилам и нормам наша законодательство не должны принять на каком основании они у него при себе он их просто отказывается предоставить вот и все в этом случае в отношении него должен быть составлен протокол об административном правонарушении при отсутствии товарно-транспортных накладных мы не знаем что у них за груз то есть он может быть не четвертого не пятого класса гораздо более опасный взрывчатый то есть который не имеет права передвигаться по нашим дорогам общего пользования без соответствующего допуска транспортного средства к перевозке опасных грузов штраф 500 рублей это лишь меньшее из зол что могло произойти с этим водителем гарантия что там нет радиоактивных отходов нет документики то отсутствует шум с мусорками из других регионов привлек внимание директора полигона вот он этот человек олег генералов встретились мы рядом с тем самым трофейным владимирским мусоровозом давайте напомним что он нам говорил в мае во время прокурорской проверки мы принимаем мусор немножко с косимовского района немножко захаровского района никакой москвы у нас ничего нас такого нет то есть московского мусора у нас нет нет у нас ну только с рязанской области а теперь давайте спросим у олега генералова то же самое прямо у мусоровоза с владимирскими номерами увидев нашу камеру он сначала от нее прятался а затем выдвинул свою версию да фирма экологик приобрела машину вот на 30 номерах сейчас теперь сейчас идет переоформление мусор должен возиться из того что из-за них останавливать вывоз мусора из косимовского района просто несерьезно общаться дальше он с нами не захотел так может быть серьезно это когда для начала приведем в норму весь документ и оборот как вообще получается что сюда приезжают курске и владимирские ребята и законно ли это в общем думайте и решайте сами а мы просто приведем некоторые цифры по нашей информации одна машина неважно откуда это в среднем 12 тысяч рублей таких авто в день здесь порядка 50 и того грязными выходит примерно больше полумиллиона в день максим васильев михаил азуткин телекомпания город